Нужно побрить не только саму эту шишечку, но и зону вокруг невьёк, потому что опять образовалась шишка и Эльза снова в зоне риска, то есть все-таки операция неудачная. Эльзочка, живи! Давайте же посмотрим, что у неё там на животе. Всем привет, я Эля Ди, со мной мой кролик Эльза, здесь еще неподалеку моя собака Джина, и сегодня я побрею таки пупок Эльзе, чтобы посмотреть, что у неё там. Я думаю, вы вчера смотрели ролик о том, как я обнаружила у Эльзы вновь уплотнение после операции на пупке. Я должна проверить, действительно ли там что-то есть, чтобы начать предпринимать меры, и мы вместе всё увидим. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новости, а мы начинаем. Почему это так важно? Дело в том, что у кролика очень густая шерсть, как я вчера уже говорила, и само уплотнение еще пока не такое огромное, поэтому я должна удостовериться, что это не комок шерсти, что это не колтун, что это не кусочек кожи и чего-то там, что я могу себе надумать, а надумать я могу себе много, потому что я очень много пережила с момента первой операции Эльзы, эти ролики уже есть на моем канале, если не смотрели, посмотрите. Так вот, я решила подбрить пупок ей, чтобы посмотреть, что там и как, потому что обычно это делают все ветеринары, прежде чем осуществлять какой-то визуальный осмотр, и, собственно говоря, сейчас я это сделаю прямо сейчас. Что у меня для этого есть? У меня для этого есть обычная бритва, ну, то есть такая, которой мужчины бреют борну, и, в общем-то, я ею сейчас это буду проводить манипуляцию. Честно говорю, я никогда не занималась подобными вещами. Джину я никогда не стригла, потому что она гладкошерстная, и это не нужно. Единственное, кого я стригла, это своего парня, когда делала пранк. Больше у меня никакого опыта стрижки нет. Я видела только, как это делают ветеринарки, буду делать также аккуратно, главное, я видела, как держали кролика при этом, но в любом случае мне будет помогать мой парень. Для того, чтобы побрить кролика, мне пришлось взять его и придерживать, то есть я его опустила спинкой вниз, с брюшком наверх, для того, чтобы был свободный доступ к животу. Кроликам эта поза очень неудобна и неестественна, они не любят, когда их так переворачивают, ну, я думаю, как и большинство животных. Но в любом случае это сделать нужно. Именно так держат, когда бреют у ветеринара, чтобы осмотреть или сделать какие-то процедуры. Очень неудобно именно начать брить, потому что, как бы, волоски везде одинаковые длины, и они очень длинные, и главное правильно начать. Не знаешь, с какой стороны еще, потому что такое ощущение, как будто уплотнение реально очень большое. Нужно побрить не только саму эту шишечку, но и зону вокруг неневьё, хотя бы какую-то часть, чтобы, ну, можно было оценить размеры этой шишки. Вот сейчас, когда мы немножко отбрили, уже можно видеть, что все-таки это шишка, а не комок шерсти и не кусочек кожи. Это уже заметно. Я уже знаю, как это выглядит по первому разу, когда мы обнаружили шишку у Эльзы. Поэтому, да, кажется, это шишка. Сейчас, конечно, еще добреем до конца и посмотрим окончательный результат. Вот эта зеленая шерсть, это зеленка, которая осталась после первой операции, она была чуть-чуть больше месяца назад. Есть даже ниточки фиолетовые, то, что вот осталось еще. Но вот то, что сейчас, это мне кажется, это именно от неудачной операции, как будто бы ее сделали как-то неудачно, не до конца, может быть. То есть, все-таки операция неудачная, потому что опять образовалась шишка, и Эльза снова в зоне риска. Я переживаю за нее, потому что она маленький крольчонок, ей бы сейчас развиваться, играть, веселиться, а у нее вот такие проблемы. Эльзочка, живи! Наконец-то мы побрили, это было очень страшно. Теперь давайте же посмотрим, что у нее там на животе. Так, ребят, теперь мы можем после того, как мы подбрили Эльзе пупок, увидеть вот эту вот шишечку. Теперь ее видно стало просто лучше, иначе из-за шерсти это все очень как-то было не так заметно. А вот это не шерсть, это уже вот все побрит, это вот как бы сама вот эта шишечка. Она вот такого размера, сбоку ее видно очень хорошо, ну, как вы видите. Вот ее животик, вот ее вот эта штука. Вообще непонятно, что это. Синие, это торчат ниточки, вот эта точка сверху, это сосок. Все, Эльза убежала. Короче, ребята, мои самые страшные опасения подтвердились. Это все-таки грыжа, она появилась снова. Я подозреваю, что это была неудачная операция, и теперь нужно что-то с этим делать. Теперь я должна принимать соответствующие меры в отношении здоровья моего кролика. И сейчас мне нужно искать специалиста. К тем уже я не пойду, потому что, ну, наверное, смысл идти туда, где не получилось все так, как хотелось бы, хорошо. Поэтому я буду искать нового специалиста, который возьмется за конкретное уже доведение до положительного финала этой проблемы с Эльзиным здоровьем. Не знаю, что он скажет, и очень боюсь, что скажет, что опять надо оперировать. Этого я больше всего боюсь. Если вы знаете или знаете, у кого спросить, мне нужен специалист-ротолог. То есть это ветеринарный врач, который специализируется непосредственно на грызунах и кроликах. Если вы знаете хороших ротологов, пожалуйста, подскажите мне, дайте контакты в комментариях под видео, пишите. Обязательно покажите другим, возможно, у ваших знакомых есть кролики или ваши знакомые ветеринарные врачи. Посоветуйтесь, покажите им видео, покажите эту ситуацию, потому что видео все видно сразу, как бы видно эту всю шишку. Может быть, вы же посоветуете кого-то или что-то, или конкретные процедуры, или ваш опыт. Обязательно напишите и поделитесь вашим опытом и вашими советами. Для меня это сейчас очень важно. Если нужна какая-то дополнительная информация о кролике, то моему кролику 5 месяцев. Это девочка, это карликовый веслоухий баран, такая порода. Месяц назад была операция по удалению грыжи, но вновь появилось уплотнение и шишка. Если у вас нет никаких знакомых, или у вас не было подобного опыта, просто сделайте репост в социальных сетях. Возможно, увидит тот, кто реально сможет что-то посоветовать и как-то помочь. Я буду держать вас в курсе событий, здоровья вашим животным, пусть они не болеют. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в новых роликах. Бедненько ты моя, натерпелось. Такой маленький кролик уже натерпелся.